Очередной раунд переговоров по Нагорно-Карабахскому регулированию прошел на текущей неделе в Вашингтоне. На встрече главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зоограб Нациканян призвали обе стороны принять шаги для восстановления способствующей миру атмосферы и договорились встретиться снова в ближайшем будущем. Встреча длилась более трех часов, однако, по словам экспертов, никаких существенных договоренностей достигнуто не было. Результаты очередного переговорного раунда и роль США в мирном урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта мы обсудим с гостей нашей студии, политическим аналитиком Анастасией Лавриной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ряд экспертов отмечает, что американская сторона стремится продемонстрировать свое внимание к ситуации в регионе. Но встреча в Вашингтоне пока не принесла ожидаемых результатов. С чем связана активизация США в деле урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и какова ее реальная роль на текущий момент? США с самого начала играет немаловажную роль в процессе урегулирования и обсуждения моментов урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И хочу сказать, что встреча именно на территории Соединенных Штатов состоялась, если не ошибаюсь, впервые за последние 10 лет, что немаловажно, потому что сейчас мы видим все-таки реальную заинтересованность Соединенных Штатов принять, возможно, более активную роль в процессе обсуждения, как все-таки можно в ближайшее время урегулировать конфликт. А с чем это связано на Ваш гад? На мой взгляд, это связано в первую очередь большой заинтересованностью Соединенных Штатов в близком сотрудничестве с Азербайджаном. На мой взгляд, ведь за последнее время мы наблюдаем все-таки было несколько писем от президента Соединенных Штатов, президенту Азербайджану, где отмечалась важная роль Азербайджана в регионе и важность развития двухсторонних отношений между Америкой и Азербайджаном. Здесь, на мой взгляд, стоит все-таки отметить тот факт, что США рассматривает Азербайджана как одного из главных партнеров на Южном Кавказе и стабильное урегулирование, скорейшее урегулирование и, хочу подчеркнуть, мирное урегулирование конфликта играет на руку в том числе и Соединенных Штатов, как заинтересованных партнеров на более стабильное долгосрочное партнерство с Азербайджаном. И сейчас тот факт, что переговоры проходят на территории Соединенных Штатов, это показ Соединенных Штатов, демонстрация своего отношения к процессу, что США не остается в стороне. И, несмотря на то, что долгое время переговоры происходили на территории других государств, США все-таки подчеркивают важную роль, свою роль в процессе динамики, так сказать, урегулирования конфликта. И в то же время, на мой взгляд, подчеркивают важность двухсторонних отношений. Почему я делаю акцент на то, что Америка ставит взаимоотношения с Азербайджаном? Потому что были посланы письма именно президенту Азербайджана. Никаких заявлений об углублении взаимоотношений между Соединенными Штатами и Арменией, об этом не шла речь. Речь подчеркивалась именно с Азербайджаном. Поэтому я отмечаю важную роль для Соединенных Штатов, именно роль Азербайджана в процессе переговоров по армяно-азербайджанскому и Нагорно-Карабахскому конфликту. Если говорить о роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, если судить по всему времени их работы, то их роль в основном сводится к сдерживанию эскалации конфликта. Однако, как показывают последние события на линии фронта, это у них не особо хорошо получается. В результате обстрела со стороны противника было убито двое военнослужащих азербайджанской армии. Если же говорить о переговорном процессе, то также накануне встречи и после нее официальные лица Армении делали провокационные заявления. В чем тогда смысл переговоров с сопредседателями и в чем суть их работы? Для начала хочу сказать, что тот факт, что все-таки переговорный процесс не двигается с отправной точки и не приводит к каким-то результатам, это в первую очередь вина самой Армении. Потому что, если стоит вспомнить предыдущие встречи, на ней все-таки обсуждались моменты, это и более подготовка населения к возможному мирному процессу. В то же время Азербайджан неоднократно поднимал вопрос о том, что необходимо произвести обмен военнопленными всех на всех. Но при этом, несмотря на то, что процесс все-таки казался, двинулся с точки, все равно шли какие-то провокационные действия со стороны именно армянского государства, которое старается любыми возможными путями притормотить процесс. Почему, когда сопредседатели приезжают в Азербайджан, идет провокация на линии соприкосновения и идет гибель солдатов? Почему Армения все-таки пытается? Ведь подобные провокации, они наоборот застопоривают переговорный процесс и опять отбрасывают на начальную точку, когда идет переговор не в том, как стоит двигаться дальше, а в том, что необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения. Поэтому здесь большая роль в том, что процесс не двигается, все-таки большая вина, я бы сказала, лежит на Армении, на ее руководстве, которое само, на мой взгляд, не заинтересовано, а только каждый раз приводит новые пункты, которые приводят к застопориванию конфликта, невозможности его разрешения. Но при этом Минская группа, она собирается регулярно, происходят двусторонние встречи на высоких уровнях. То есть, сами сопредседатели стараются организовать площадку, площадку в разных странах, вот до этого мы обсуждали, в Соединенных Штатах сейчас она была. То есть, любые возможности предоставить для обсуждения, что все-таки в конце концов в Адженде появился пункт дальнейшего разрешения. Но Армения игнорирует все это, у нее нет определенной позиции, которую она может вывести, а наоборот идут объявления, такие агрессивного характера против Азербайджана, как и министра обороны Танаяна, так и со стороны Пашиняна. Мы не видим определенных действий и не видим того, что они на самом деле говорят о мире и действуют в рамках мирного переговорного процесса. Ну и какие в таком случае следует предпринимать следующие шаги, в том числе сами сопредседатели Минской группы ВБСЕ, чтобы даже не оправдать, а скорее сохранить угасающее с каждым днем доверие к ним? На мой взгляд, в первую очередь должна быть сформирована однозначная объективная позиция. Если мы видим, что вина в данном конфликте на самом деле лежит на ком? На Бармении. Идет обстрел азербайджанских территорий с оккупированной территорией, при этом на которой в данный момент находятся вооруженные силы Армении, которые ведут провокационные действия, в результате которых гибнут не только солдаты, но и мирное население. Идет обстрел гражданских позиций, идет обстрел в том числе и кладбища, которые расположены близко к линии соприкосновения. Неужели все это не видят сопредседатели Минской группы ВБСЕ? Нужно выработать точную позицию, однозначную позицию. И в первую очередь следовать мадридским принципам, которые незамедлительно требуют вывода войск армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. Только после этого можно говорить, разумеется, о проведении референдума статусе Нагорного Карабаха, и остальные, это интеграция населения, изближение и так далее. Но на первую очередь, что есть факт оккупации, и необходимо любыми путями оказать действие, оказать действие против Армении, и как минимум открытые заявления этому государству, что необходимо следовать это резолюциям Совета Безопасности ООН, стоит следовать международным декларациям, а наоборот не застопоривать процесс и прибегать к каким-то лыживым фактам. И в то же время, учитывая, что территория оккупирована, нужно предотвратить какого рода деятельность. Это экологическое действие, это какие-то экономические процессы, которые стараются все-таки Армения делать вразрез с международными принципами. Если на это начнут обращать больше внимания сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то как минимум мы уже увидим международную поддержку, на самом деле желающую урегулировать конфликт в самое ближайшее время. Спасибо вам большое за содержательные ответы. Спасибо. Я напомню результаты очередного переговорного раунда и роль США в мирном урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта мы обсудили с гостей нашей студии, политическим аналитиком Анастасией Лавриной.